Путь к победе в краевом конкурсе с программой «Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной и коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата» сотрудники детского сада компенсирующего вида начали в 2009 году. Вышли на федеральную стажировочную площадку, стали базовым учреждением по внедрению инновационного опыта. Когда мы стали набирать этих деток с самым тяжелым диагнозом – ДЦП, мы интуитивно стали понимать, что мы не можем их изолировать и создавать для них специальные группы, в которых они бы были сами по себе, все такие же, как и они. Особенность программы – объединение и взаимодействие детей в группе. Играют вместе детки с патологиями развития и без. Опыт общения с ровесниками неоценим. Социализация детей проходит намного быстрее. Алексея Выпридского взяли в группу кратковременного пребывания в 2 года 9 месяцев. Он не мог ходить и разговаривать. В этой группе мы находились вместе с ребенком. Здесь проходили занятия, с ними занимался воспитатель-дефектолог, логопед, психолог. И когда уже ребенок был готов идти в группу, это, наверное, через год только. Его уже стали брать на полтора часа, на два часа. Через год он уже начал ходить полный день. Теперь малыш играет со всеми. Успехи детей – заслуги педагогов. Занятия проходят на современном интерактивном оборудовании – уникальном комплексе тренажеров для детей с ДЦП. Он сочетает в себе необходимое качество для работы с нашими детьми, потому что здесь идет коррекционная направленность работы вместе с обучающими какими-то моментами в игре. Дети играют на тренажерах, прыгают, крутят педали. Скачут на тренажере лошадка. Все движения автоматически показаны на экране. Малыши сами решают, как пройти препятствия на пути. Интерактивная тумба проецирует изображение на ковер. Дети выполняют задания в удобном положении, могут ползать. Сидеть за партами пока сложно. Собирают пазлы на интерактивном столе. Интересно, познавательно и весело, потому что все вместе. В пазлах много картинок. Вместе собирают легче. Переверни вот сюда. Таких игрушек станет больше. Программа детского сада стала лучшей из 60 учреждений. Педагоги часть денег гранта губернатора Кубани направят на тираж методического материала и развития программ. Поделятся опытом с коллегами за пределами края. Часть средств пойдет на приобретение современного интерактивного оборудования. С той целью, что мы четко понимаем, что вот эти детки, наверное, как никто другой, эти наши особы, должны знать это современное оборудование, должны уметь заниматься, работать с ним. Главная составляющая успеха – взаимодействие с родителями. Наши главные помощники – это родители. Они проводят с детками мастер-классы, то есть обучают детей тому, что они умеют сами делать. Это и плести, и делать какие-то поделки из ракушек, из бумаги. На территории детского садика дети сами посадили цветы, ухаживают за огородом, поливают растения. Ухаживают и за деревьями. Здесь заведена традиция. Каждый год выпускники сажают ель. На газоне растет свой сосновый бор. Малыши все делают вместе. Именно на этом базируется успех программы.